Здравствуйте! С вами Надежда Вячеславовна, преподаватель курсов кройки и шитья города Алматы. На прошлом занятии я показывала, как построить выкройку без выточки для маленьких размеров, и причем для трикотажных эластичных тканей, без выточки и без прибавки на свободное облегание. Сегодня я хочу показать, как построить на большие размеры, то есть это по груди 62 размер. Как построить выкройку без выточки? Конечно, совет такой. Если все-таки крупная фигура, большая грудь, то если вы шьете платье, то нужно шить с выточкой. Если же вы захотели шить футболку, то можно и нужно шить без выточки. То есть даже если большой размер, футболка с выточкой не шьется. Поэтому мы построим сегодня только без прибавок на свободное облегание. Если вы захотите потом с прибавками на свободное облегание, будете как-то прибавлять прибавку, какую захотите. Итак, начнем. Проведем длину и ширину изделия. Горизонтально будет ширина изделия откладываться, вертикально это будет длина изделия. Мой пример на 62 размер. Откладываем 62 сантиметра. Вверху и внизу. Длину произвольно берите, кому какая нужна. Я возьму как на футболку, небольшую длину. Но на футболку, конечно, желательно взять прибавочку хотя бы 2 сантиметра. То есть это вкруговую будет 4 сантиметра. Футболка или туника, или платье прямое. Когда большой размер фигуры, сильно в обтяжку уже никто ничего не носит. Единственное, вот футболки некоторые носят в обтяжку. А платье, конечно же, никто не наденет в обтяжку. Так, теперь глубину проймы. Берем ГПРЗ. Да, кстати, здесь 10 мерок. Полобхват груди, полобхват талии, полобхват бедер, ширина спинки, длина до талии спинки, длина до талии переда, ШГ1, ширина груди первая, глубина проймы задняя ГПРЗ, ДПЛ, длина плеча и длина изделия 11 мерок. Итак, получается, мы откладываем, чтобы найти линию груди, откладываем ГПРЗ, глубину проймы задней и плюс от 1 до 2 сантиметров. Так, я прибавила 1 сантиметр. Это линия груди, которая определяется по мерочке ГПРЗ с прибавкой или же без прибавки на маленькие размеры или может быть даже большие размеры, если хотят что-то. Вот рукавчик, чтобы был очень плотный, чтобы футболка была очень плотная, значит не надо прибавлять ГПРЗ, берите просто так. Либо вот это расстояние, вы помните, ПОГ на 3, глубина проймы ПОГ на 3 плюс от 4 до 5. Теперь мы отложим длину до талии. Берется мерка просто ДТС, длина до талии спинки без всяких прибавок. Теперь от линии талии до линии бедер мы откладываем от 18 до 20 сантиметров. Это идет средняя такая величина, более распространенная. Вообще идет расстояние от талии до бедер от 16 до 23 сантиметров бывает. У кого как расположены ягодицы. Так, ну это я уже рассказывала. А теперь мы строим упрощенную, очень простую футболку. Теперь ширину спинки откладываем. Просто вот какая она есть, такую мы и откладываем. У нас ширина спинки 22. То есть она полная. Если полностью ширина спинки 44. А теперь мы отложим ширину проймы ПОГ деленное на 4. Можно к этой вот ширине проймы прибавлять еще от 0,5 до 1. У нас получается 15,5 и я прибавляю 0,5. Откладываю 16. То есть 62 я поделила на 4 и прибавила 0,5. Теперь пройму мы просто поделим пополам. Проведем линию бока. Это боковая линия. Так, теперь смотрите. Что по поводу баланса. Баланс больше 6 сантиметров брать нельзя вообще. Вот в таких вещах. Мы можем вниз добавить вот то, что у нас всегда поднимается спереди. Да, в футболках. Естественно, потому что мы покупаем готовые футболки. Там перед и спинка, они одинаковые. На груди натягивается передняя деталь. И она спереди поддергивается. Она делается выше. К нам приходят в ателье, чтобы мы выровняли низ. Мы за счет спинки ровняем, чтобы низ был ровный. Спинку убираем. И естественно тогда, когда смотришь сбоку на человека, получается низ ровный. Итак, смотрите. У нас вообще баланс ДТП минус ДТС. В данном случае ДТП 50,5 и минус ДТС. Это получается 8,5 сантиметров. Правильно ли я посчитала? 50,5 минус 42. Да, 8,5. Вот такой баланс вверх откладывать нельзя. Нужно его распределить, этот баланс. Нужно взять 5 сантиметров вверх. Почему я беру не 6, а 5? Потому что даже 6 сантиметров на баланс без вытачки получается много. Вот 5 я взяла вверх, а 3,5 я возьму вниз. Так, смотрите. Вот так, 3,5 пойдет вниз. И вот так линия будет соединяться. Так, что теперь надо еще? Теперь нужно построить горловину ПОШ на 3 плюс 1. И я округляю до 8. У меня получается 7,6. Я округлила до 8 сантиметров. Можно это округлять. В таких вещах можно. Потом вверх я беру 3 сантиметра в высоту ростка. Вот в таких размерах, в больших, всегда есть в области седьмого шея на позвонка жировое отложение. И вот этот росток 3 сантиметра как раз хорошо ложится. Вот 3 сантиметра. Вот так я стрелочку покажу, что росточек высотой 3 сантиметра. Наклон плеча. В данной модели, вернее, в фигуре плечи высокие. Значит, я возьму понижение 1 сантиметр. Вот здесь. Вы знаете, 3 положения. У нас всего 3 положения наклона плеча. Высокие, нормальные и низкие плечи. Вот у нее высокое плечо. Теперь я к этой точке откладываю ДПЛ. Смотрите, где у меня... Вот я проведу линию. Проведу линию к этой точке. И на этой линии отложу длину плеча. ДПЛ. ДПЛ. 12,5. Вот где точка закончилась. Значит, как я могу здесь... Бисектрису нам здесь не надо. Контрольную точку тоже не надо. Значит, просто надо красивую. Если она получится красивая. Вот такую линию. Смотрите, провести. Вот так. Можно взять лекало. Попробовать по лекалу что-то провести. Вот, смотрите. Вот так. Немножечко подходит, да? Можно попробовать по лекалу. Сейчас я бы здесь произвольно провела линию. А сейчас я ее исправлю. Вот по лекалу сделаю. Ну, она похожа. Похожа эта линия. Вот она. Чуть-чуть корректировочка. Все, готова. Теперь по линии талии. Так, если это будет приталиная. Ну, мало ли кто-то захочет приталиную вещь. Что мы сделаем на полную фигуру? Мы возьмем ПОТ и плюс 1 на свободу возьмем. ПОТ 57. ПОТ не всю, конечно, деленую на 2. И плюс 1. И плюс 1. ПОТ поделим на 2 сначала. И плюс 1. ПОТ 57 поделили. 28,5 плюс 1. 29,5. Ну, она вот докуда доходит. Вот видите, докуда. Такая у нас стали. Так. А по бедрам. По бедрам. ПОБ. Деленая на 2 тоже. Плюс 1 можно взять. ПОБ у нас. ПОБ 68 деленное на 2. 34 плюс 1. 35. Ого. Куда заходит линия. Значит так. А по бедрам я тогда брать не буду. Не буду. Слишком много. Вот. Получается 34. Вот здесь у нас. Вот здесь. Вот так пошла линия. Посмотрите. Вот она. Вот такая линия. Если это приталиная, я прогиб не делаю. Здесь. От середины спинки. Вот так. Видите? Вот она. Спинка. Конечно. На маленькие фигуры. На тоненькие стройные. Выкройка получается совсем другая. Но здесь. Вот такая у нас. Так. Теперь что мы делаем. Горловину по переду откладываем. Горловина по переду должна быть точно такая же. 8 сантиметров. В глубину на сантиметр, на полтора больше. Виситриса такая же, как ширина. Вот, соединяем горловинку получили. Теперь мы возьмем и, смотрите, вот эту часть, глубину проймы поделим на 3. Вот. Вот сюда точку поставим. Или на 3 равных части, например, поделить на 3 равных части. И соединить плечо с этой точкой. Вот она. Все отложить ДПЛ. 12 с половиной. Вот она. И тоже попробовать сделать пройму по лекалу, например. Да, вот получается. Вот. Или же провести от руки. Вот как она, как она вот так вот ляжет. А еще можно проверить. Так. Можно проверить ширину груди. Примерно. Сантиметров 8. Вот так. Даже меньше. Вверх. 19 должно быть. Ну, вот тут даже больше. 22. Значит, надо глубже, смотрите. Вот так сделать. Вот так вот, чуть глубже. Вот. А то она получилась. Здесь вот лишнее. Вот так. Раз у нас ШГ 1.19. Вот такая пройма получилась. Ну, ничего не поделаешь. Так, ПОТ по талии. ПОТ деленное на 2 плюс 1. То же самое, да? 28 с половиной, 29 с половиной. Вот она точечка. И по бедрам тоже. Ну, вот я ничего не прибавляла, потому что у меня тут и так все выходит. 34 сантиметра. Вот здесь она, посмотрите, она здесь по-другому легла. Вот как. Ну, перед же у нас шире, поэтому вы не ориентируйтесь на боковую. Не смотрите, что здесь меньше, здесь больше. Вы на этот промежуток не смотрите, что он разный. Потому что ширина по переду больше, а по спинке меньше. Вот. И понижение на 3 с половиной. Вот она выкройка получилась для, я не знаю, такие платья трикотажные, без вытачки, бесформенные. Ну, может быть, можно даже ночнушку шить из такого, я думаю. Вот, в смысле, по такой выкройке, без вытачек, можно шить ночную сорочку, например. Вот она вся выкройка. И еще что. Давайте посмотрим проймы. Пройма у нас по спинке сколько сантиметров. Так. По спинке 26, а по переду... 28. Вполне нормально. Перед же шире, поэтому вот эта часть длиннее. Но, как вы понимаете, когда без вытачки у нас, что происходит, когда у нас изделие без вытачки? Вот где-то вот складывается складочка какая-то, которая просится именно на грудь в виде вытачки, чтобы вот ложилась вот здесь. Ну, это трикотажные вещи, они такие. Если они без вытачки, значит, они где-то имеют слабину, где-то они могут провисать. Вот так. Вот такая вот коротенькая тема. Но, честно сказать, я сама как-то вот не люблю без вытачек строить. Не представляю правильность вот этой. Хотя я раскроила. Хотя я раскроила себе платье по такой выкройке. Сейчас я вам покажу. Вот себе. У меня тоже нестандартная совершенно фигура. Я себе раскроила платье. Баланс у меня тоже 6 сантиметров. Я взяла 4,5 балансик. Вот. И только я по груди еще брала на свободное облегание 1 сантиметр. По груди тоже брала. Вот она выкройка без вытачек. Я покроила платье. Прямое платье. Ну, в смысле, я из него буду сарафан делать. Не платье. Вот оно, посмотрите, без вытачек. Кстати, я примерять не буду, потому что здесь не обработано еще ничего. Я что хочу сказать. Вот это вязанный трикотаж. Сидит прекрасно. Никаких по пройме, никаких заломов, никаких провисаний, ничего абсолютно нет. Вот такое оно прямое. Итак, друзья, сегодня я показала построение плечевой выкройки. Без вытачки для трикотажных тканей на большой размер. На размер 62. При том, что плечи маленькие, 12,5 сантиметров. И без прибавок на свободное облегание. Только я взяла прибавку на свободное по талии. По бедрам я не взяла и по груди не взяла. Но что хочу сказать, что можно и нужно брать на свободное облегание от 1 до 2 сантиметров для трикотажных тканей эластичных. Потому что, ну бывает так, что не нравится людям, что сильно, например, прилегает и облегание идет сильное. Поэтому лучше взять немножко на свободное облегание, а потом можно будет ушить по бокам, естественно. Потому что здесь, кроме боковых швов, нет. Можно делать посредине спинки шов. Это по желанию. Так, что я объяснить еще хотела. Про пройму я сказала, что если длина проймы по переду намного длиннее, чем на спинке, мы понижаем плечо сверху на 1-2 сантиметра. И проверяем ширину груди. Примерно отступив от линии груди на 7-8 сантиметров, вот в этом участке, вот на этом участке, вот у нас была ширина груди. И где-то примерно расстояние от 8 до 10 сантиметров. И корректируем линию. Потому что здесь получается, ну при таких параметрах, конечно, выкройка, она как будто нестандартная. Но она действительно нестандартная. Но некрасиво смотрится выкройка. Значит, что еще хотела сказать. От длины плеча я ничего не отнимала, ничего не прибавляла. Но вот когда вы сделаете наклонную линию, вы обязательно ее перепроверьте. Потому что наклон больше стал и плечо увеличилось. Понимаете? Вот здесь. И надо обязательно проверить, какое вы откладывали, например. Вот какое оно должно быть. Вот оно. Вот смотрите, на 5 миллиметров, вот при таком наклоне на 5 миллиметров вытянулось. Уберите тоже. Не надо припосаживать. Попереду плечо припосаживать ни в коем случае нельзя. Только припосаживается по спинке плечо. Если вы хотите припосадить плечо, то оно припосаживается только по спинке. Потому что, смотрите, здесь у нас прогиб ровненько, а здесь у нас уже идет выпуклость. Вот эта часть объемная. Поэтому по спинке вы можете что-то припосадить, а здесь нет. Здесь вы вот так возьмете и сразу от конструкции, от самой, сразу же будете убирать. Вот здесь лишнее, чтобы у вас плечи были равны между собой. Надеюсь, что мое видео сегодня чем-то вам будет полезное. Можете мне писать комментарии, задавать вопросы. И еще я хотела извиниться, что я не могу по просьбам моих подписчиков давать какие-то определенные темы. Потому что времени у меня действительно пока не хватает. Надо же и подготовиться. Вот, например, одна из подписчиц попросила у меня легкое пальто демисезонное. Да, но эта тема довольно-таки сложная. Хоть это легкое демисезонное пальто, но все-таки там надо и подготовиться. И времени больше уйдет. Я за один урок просто построение не дам. Потом, конечно, я все это буду давать. Но со временем, со временем, не так сразу. Ну вот, с вами была Надежда Вячеславовна. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok